Радио 54 Пожар, либо ДТП В лесу потерялись Каким именно происшествием вы готовите? Ко всем чрезвычайным Ситуациям И к пожару, и к первой помощи Я повторюсь И если с детьми что-то произошло Ко всем Именно это и психологическая поддержка Даже если человек остался живой В сознании Ему требуется психологическая помощь Мы даже захватываем эту тему Кому может пригодиться В первую очередь такой проект? Понятно, что каждый должен уметь Так или иначе это делать Но ваши выпускники в первую очередь Кто это? Александр Куликов, вы работаете Почему вы решили обратиться Я работаю Когда пришел на проект Я работал в производстве Сейчас деятельность примерно связанная Я пришел Потому что мне интересно развиваться И проект спасателя Именно уникальный проект То есть дает достаточно уникальные знания Которые редко можно получить Например, в спортивном клубе Ну, я сам занимаюсь единоборствами Но таких знаний не получишь Например, из последних наших Таких вот интересных событий Это у нас была выездная тренировка На базе Где тренируются по пожарно-прикладному спорту И там, собственно, участники Все пробовали залезть на высоту Дрехэтажного дома С помощью одной лестницы Это не так просто Кого больше было в вашей группе Когда вы учились? Мужчин или женщин? Люди? Какого рода профессии? Откуда чаще всего? Ну, как правило, почему-то Преобладают девушек больше всегда И в основном это студенты Либо уже после выпуска То есть те молодые люди Ну, где-то до 25 лет Молодежь, в общем, боится у нас Больше Самая ответственная молодежь Да, начинают работать Самостоятельно жить Им это интересно Видимо, люди с опытом уже в курсе Что делать в той или иной ситуации Нет, люди с опытом просто не попадают В ту или иной ситуацию Понимаешь, Настя? Наверное Хорошо Что нужно сделать для участия, наверное Давайте поговорим Для участия нужно желание То есть и все Больше ничего Если будет желание Никакой регистрации Ничего такого Регистрации нет То есть главное желание Набрать в соцсетях Проект Спасатель Хоть в Инстаграм Хоть ВКонтакте То есть он вылезет Зайти в эту группу Найти меня То есть и написать мне сообщение Хочу на проект Этого будет достаточно Как часто вы набираете курс? Заканчивается один Сразу набирается другой? Вот сейчас с 4 мая Стартовал 4 сезон, да? Когда следующий Для тех, кто не успел? Будет с октября следующий Потому что сентябрь Понятно, что у всех дачи Кто-то поступил Только начал учиться То есть с октября Октябрь, ноябрь, декабрь Это первый сезон Февраль Потому что там Новый год Январь мы пропускаем Февраль, март, апрель Это второй сезон И май, июнь, июль Это третий сезон То есть 3 сезона в год Мы запускаем Где идет набор людей 3 месяца Мы занимаемся с ними И через 3 месяца Выдаем сертификат Что он является Участником проекта Спасатель Занятия проходят Два раза в неделю Во вторник С утра В 10.30 И в субботу В 17.00 Длится полтора Тире два часа В зависимости От интенсивности Тренировки От занятия Проходит То есть Основная часть Это Физиологически Все остальное Идет попутно То есть Допустим Написан план На 3 месяца Где-то мы проходим Защита от толпы От нападения толпы Где-то мы болевые Где-то мы душающие Проходим Потом у нас Психологическая помощь 4 экскурсии есть Также Мастер-классы На которые мы приглашаем И психологов И тренера подзюдо Допустим Николай Леонидович У нас есть Андреев Такой тренер В городе Новосибирске То есть Я сама у него тренировалась Выезжаем Либо к ним В залы То есть На мастер-классы Либо приглашаем К себе То есть Каждое новое занятие Это другая тема Какая-то другая область Да Вы стараетесь Их там чередовать Как можно чаще Чтобы Да Это новая тема Единственное Есть такие упражнения Которые мы делаем На каждом занятии То есть Это отжимания Это подтягивания Это пресс То есть Как раз Физ подготов Да Это не просто лекции Нужно наверное С собой Всегда иметь Спортивные костюмы Обувь удобная Да Спортивная одежда Обязательно То есть Смотрите Спасатель У него нормативы 14 раз подтянуться Человек Придя на проект Да Он может ни разу Не подтягиваться И Есть программа По которой Как бы мы учим И Пройдя 3 месяца То есть У человека Есть результаты У каждого свои Как это на практике Спасателю помогает Если мы рассматриваем Спасателя Как вот обычного человека Который пришел к вам на курс Вытащить кого-то Откуда-то Да Поднять Да Вот даже поднять Человек допустим Упал Без сознания Но ему угрожает Сейчас опасность Ему нельзя находиться В этом месте То есть Второй человек Может его взять И вынести Да Но он может Физически его не поднять Этого человека Поэтому Нужна сила В руках В ногах Либо подняться Куда-то наверх Да Зацепился ты одной рукой Тебе вторая нужна То есть Тут тоже Все эти упражнения Они нужны Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM